С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В Енисском округе определены подходы к оплате труда в госучреждениях с 2017 года. Совершенствование системы обеспечивает реализацию в округе единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплат труда работников государственных и муниципальных учреждений. Они были утверждены Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, членами которой являются представители профсоюзов, работодатели и правительство России. Совершенствование системы оплаты труда преследует сразу две цели – увеличение размера оклада в структуре заработной платы путем перераспределения средств и отмену существующих сегодня повышающих коэффициентов к окладам и ставкам, установленных по должностям работников, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной группы. Несмотря на то, что единые рекомендации трехсторонней комиссии утверждаются ежегодно, впервые в 2015 и 2016 годах даны конкретные рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда. Для системы оплаты труда работников учреждений образования необходимо стремиться к достижению доли условно-постоянной части заработной платы сотрудников не ниже 60%. Для системы оплаты труда работников учреждений здравоохранения необходимо сбалансировать структуру зарплаты таким образом, чтобы 55-60% заработной платы направлялась на выплаты по окладам. Для системы оплаты труда работников в учреждении культуры совершенствование осуществлять путём увеличения в структуре заработной платы работников доли части выплат, направленных на оклады до 50-55%. Решение об изменении структуры заработной платы в сторону увеличения доли оклады, принятая трёхсторонней комиссией, не случайно. Оно направлено на увеличение гарантированной части зарплаты работников. В нашем округе в государственных учреждениях доля оклады колеблется от 31 до 54% и в среднем составляет 46%. Решить поставленную перед округом задачу увеличить долю оклада в структуре зарплаты можно, только пересмотрев размеры стимулирующих и компенсационных выплат. Гарантированная часть заработной платы – это оклад и компенсационные выплаты. Она будет составлять, ну так скажем, более половины всей заработной платы. То есть остальная часть, кроме гарантированной, это стимулирующая. То есть в зависимости от того, каким образом работник будет относиться к своей работе, какие задания он дополнительно будет, допустим, выполнять, какой вклад он будет приносить в свое учреждение, стимулирующие выплаты не будут громадными, но они будут, так скажем, действительно стимулирующими. Вторая задача, решаемая принятым актом – отмена существующих сегодня повышающих коэффициентов к окладам и ставкам. В соответствии с едиными рекомендациями органы государственной власти регионов, при разработке актов по оплате труда работников учреждений не вправе устанавливать по должностям работников, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные размеры повышающих коэффициентов. Так, например, кассир, делопроизводитель, секретарь, стенограф, агент по снабжению отнесены к одному уровню одной профессиональной квалификационной группы, а значит, должны иметь один оклад. При этом в существующей сегодня системе оплаты труда работников окружных учреждений оклады у этих должностей различны. Едиными рекомендациями также четко распределены подходы к формированию системы оплаты труда в казенных и бюджетных учреждениях. Это разделение также нашло отражение в принятом постановлении. Для казенных учреждений будут установлены органами власти, в чьей подведомственности они находятся, положение об оплате труда. Они будут носить обязательный характер для казенных учреждений. В этих же положениях будут установлены размеры окладов для отраслевых уже должностей и профессий. Так как общие отраслевые оклады уже установлены данным постановлением, для бюджетных учреждений, органами власти, в чьей подведомственности находятся учреждения, бюджетные и автономные, будут установлены примерные положения, и в них будут установлены минимальные оклады, которые рекомендуются к применению. Данные минимальные оклады являются всего лишь рекомендуемыми. Конкретные же размеры окладов будет установлен руководитель учреждения. Принятое постановление решает все поставленные задачи в комплексе. Напомню, что новые подходы к оплате труда в госучреждениях начнут действовать с 2017 года.